С нами на связи Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины». Игорь Александрович, здравствуйте, рада вас приветствовать в эфире «Фридом». Да, у нас есть, да, есть Александрович, на связи. И поздравляем вас с Днём Вооружённых Сил Украины. Спасибо, я вас тоже приветствую в эфире. И в первую очередь наших воинов, их семьи, всех, кто поддерживает их в борьбе за свободу нашего государства и народа. Игорь Александрович, в этой части эфира «Фридом» мы говорим о том, как Вооружённые Силы Украины контролируют фронт в небе, на земле и в том числе на море. Сейчас будем говорить о небе непосредственно. Российская армия, в целом Россия, обладает довольно серьёзным потенциалом, если говорить исключительно об авиации, боевой и не только авиации. Каким образом государству в начале полномасштабной агрессии, не обладающим достаточным количеством противовоздушных систем ПВО, истребителей и прочего, удаётся на второй год полномасштабной агрессии удерживать небо в допустимых рамках, скажу вот так. За счёт высокого уровня профессиональной подготовки и мотивации наших воинов воздушных сил, в первую очередь воинов зенита ракетных войск, радиотехнических войск, радиоэлектронной борьбы по воздушным целям, ПВО, сухопутных войск, и много-много других структур сил обороны Украины, которые уничтожают воздушного противника, делают это высокопрофессионально, и таким образом дают нам возможности бороться далее за нашу общую победу. Ну вот, Игорь Александрович, спасибо вам, да, и за ответ на этот вопрос, и за общение с нами, и, хотел сказать, каждодневно. Но очень часто мы с вами общаемся и говорим именно о вопросах о том, что происходит в небе, и как Украине всё-таки удаётся в определённых аспектах также и перехватывать инициативу. Да, вот в начале интенсификации боевых действий со стороны Российской Федерации, и по факту ещё и полномасштабного вторжения в Украину, и вы, и многие коллеги говорили всё-таки, не знаю, возможно, вы интерпретируете на свой лад, и даём вам такую возможность. Тот, кто господствует в воздухе, выигрывает войну. Мы видим уже, да, 22 месяца, вот будет 24 числа, 24 декабря. Тут у господств в небе всё-таки, наверное, вот когда F-16 будут в украинском небе и будут помогать вооружённым силам Украины, тогда тут уже господство будет, преимущество будет на стороне Украины полностью. Но всё же, даже исходя из того арсенала, который сегодня есть у Украины, насколько мы можем говорить о том, на чём поле инициатива, и вот на 22 месяц войны, согласны ли вы с этой фразой, что господство в небе, оно и приводит к победе той или иной стороны? Конечно, это играет важную роль, но я не хотел бы уменьшать роль наших других видов и отдельных родов войска вооружённых сил в первую очередь, а также всех составляющих сил обороны Украины. Что касается борьбы в воздухе, то в течение этого времени базовым всё-таки являлись это наши зенитные наземные силы, имеющие на вооружении, как ещё старые советские комплексы, зенитно-ракетные комплексы, наиболее мощные, но также зенитно-артеррористские, любые средства зенитные, которые позволяют уничтожать воздушные цели противника. У нас есть небольшое количество авиации, и наши пилоты героические в этих условиях, выполняя задачи по противовоздушной обороне, а также по нанесению ударов по наземным целям противника. Есть уже новое оружие. Я хотел бы напомнить, что мы стали государством с противоракетной обороной, которой немного в мире есть, пускай небольшое количество этих комплексов, пока ещё находятся в Украине, союзники помогают. Мы знаем, что очередной комплекс предоставляет Патриот нам Германия, очень важная для нас, и с точки зрения возможностей противоракетных, с точки зрения того, что этот комплекс имеет дальность, средние и большие дальности, которые нам также необходимы. То есть мы имеем перспективу поступления дополнительных комплексов, такие как хорошо зарекомендовавшиеся ИРИСТЕ немецкие, НЕССАМС, Американо-Норвежские, французские, ближнего радиуса действия комплексы, и остальных государств, которые нам помогают, которые быстро осваивают наши военнослужащие противовоздушные обороны и успешно ведут боевые действия с воздушным противником. У нас здесь есть перспективы, у нас ведётся серьёзные разработки своих комплексов. Ну, пока программа реализуется интеграцией элементов советских зенитно-ракетных комплексов с американскими ракетами, это такие как БУК, название программы «Франкен Сам», и уже три проекта есть, работают над следующими, которые позволяют получить дополнительные средства. Это и по БУКу, и по Кубу, и даже по современной ракете американской «Патриот» с нашими элементами, пускай советскими, это даёт нам возможность по увеличению количества средств отражения воздушных нападений противника, и очень актуально в борьбе с маловысотными целями, такими как шахеды, крылатые ракеты, вертолёты, низколетящие самолёты. Здесь есть перспективы, здесь есть серьёзная работа, в том числе по разработке предприятий и приёмного вооружения своих отечественных зенитно-ракетных комплексов. Да, спасибо, что вот начали говорить о системах противовоздушной обороны Украины, довольно многоуровневая эта, в принципе, система, в контексте возможности сбития. Несколько недель тому назад, в принципе, ныне за последний, наверное, месяц, скажу вот так, ежедневно буквально Российская Федерация, Российское оккупационное государство запускает по территории Украины беспилотники то ли иранского производства, то ли уже своего производства из завода Алабуга. Называются они шахед. На территории России называются они герань. В последнюю неделю на территории, вот неделю тому назад, на Киев, только на столице Украины, две недели. Было запущено более 70 единиц шахедов, все были сбиты успешно системой противовоздушной обороны Украины. Говорит ли это о том, о том, что Российская Федерация на данном этапе вот войны, вот этой войны полномасштабной, главное, ее этап, начавшийся 24 февраля 2022 года, не имеет возможности, те, которые были в начале полномасштабной агрессии, даже вот год тому назад в ноябре, октябре, декабре 2022 года по уничтожению украинской инфраструктуры. Либо же российско-оккупационные войска, накопив достаточно ресурсов, а мы видим сейчас это накопление, об этом говорят и в разведке украинской, сможет определенным образом эту систему не то чтобы разрушить, но разбалансировать? Ну, они ставят за задачу такого рода действия и накапливают пока ракетное вооружение, где-то до девяти сотен ракет, к сожалению, уже накопили, то есть бараба различного типа, а пока, как мы видим, используют особенно по Киеву и области, но и не только по югу, и по другим объектам, баражирующие боеприпасы, такие как Шахет или у них Геран, называются, не модернизируя их, то есть уже есть не только белые покрытия, шахеды, но и черные, уже используют различные средства, в том числе, например, сим-картки от Киевстара для того, чтобы обеспечивать маневрирование, ну, в общем, постоянно работает противник над тем, чтобы повысить эффективность своих средств нападения, и мы видим, что за сутки это составляет десятками такого рода средств нападения, и в этот удар воздушный добавляется небольшое количество ракет, баллистических или крылатых, опять-таки для того, чтобы повысить эффективность действия. Мы с вами уже говорили, как мы повышаем потенциал своих средств противовоздушной и противоракетной обороны, много последнее время уделяется внимания оснащению наших мобильных групп, и здесь есть возможности оказания помощи, они имеют средства огневые, уничтожение маловысотных целей, однако есть большая потребность в том, чтобы обеспечивать их тепловизорами, прожекторами, электронными указками, лазерными и другими приспособлениями для того, чтобы повышать эффективность. Это могут делать территориальные громады, в границах которых действуют эти мобильные группы, поэтому связывайтесь с руководством противовоздушной и территориальной структур и оказывайте им помощь. Таким образом, мы всенародно будем помогать, и не только в виду вооруженных сил, такие как противовоздушная оборона, в целом нашим силам в обороне Украины, в противостоянии не только с воздухом, но и на земле, море, будь где, на нашей территории, для того, чтобы деоккупировать захваченное и закончить эту войну победой. Игорь Александрович, действительно, ну, несколько таких важных аспектов, и давайте еще продолжим, есть такая возможность, потому что тема важная, тема на самом деле правильная и хорошая для обсуждения, и мы с вами вот сейчас можем из того, что вы говорите, сделать определенный и озвучить результат, что все-таки контроль над небом необходим сегодня для масштабных и наземных операций, нельзя это все разделять, и мы это прекрасно понимаем, и вот действительно необходим вопрос, чтобы увеличивалось и новые, созданы были новые ударные эскадрильи, тут очень важно. Но вот в продолжении темы ПВО есть все-таки еще вопрос о радиоэлектронной борьбе, да. Вот Валерий Залужный называет это вообще одним тоже из главных приоритетов, потому что, ну, действительно, стоит вспомнить рэпу Российской Федерации, и вот эта модернизация, которая была произведена за последние десятилетия, действительно дает определенные результаты. Но вот если мы говорим о системах радиоэлектронной борьбы, Валерий Залужный, он говорил, что мы разработали даже в Украине новые системы, да, новые системы электронной борьбы. Вот хотелось бы тоже, исходя из этого, насколько сегодня Украина, я не говорю, там, приблизилась к системе рэпа в Российской Федерации, но все же, насколько система рэп сегодня в Украине также дает свои результаты. Правильно, мы, сразу вы можете мне сказать, дает свои результаты, мы это видим каждую ночь, исходя из того, как действуют воздушные силы Украины. Но если мы расширим эту тему, вот вам слово. Надо понимать, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, что в современной войне используется и применяется большое количество вооружений и техники, радиотехнической, радиоэлектронной, различного рода техники. Если противник применяет такого рода средства, значит, надо исцелить возможности влиять на эти средства таким образом, чтобы они не выполняли свои задачи. В этом есть суть радиоэлектронной борьбы. И важнейшая часть этой борьбы это радиоэлектронное подавление. Кроме того, правильно затронута тема, связанная с тем, что Россия ресурсное государство, они могут решать возможности в количестве больших, в изготовлении различного рода, в том числе и беспилотных аппаратов, и воздушных, и не только воздушных, наземных, морских и даже подводных. Поэтому наш путь борьбы это не только увеличивать количество средств воздушной борьбы, а также и в первую очередь это изготовление средств, которые бы качественно позволяли бы бороться с противником. То есть вот средства радиоэлектронной борьбы это одно из таких возможностей. И в этом плане развивается государство. Правительство выделило, например, 40 миллиардов на то, чтобы увеличить количество и улучшить качество выпуска беспилотных аппаратов, не только воздушных. Это происходит, но направленность нашей деятельности в первую очередь связана с тем, что мы должны иметь новые технологии, просим об этом наших союзников, они помогают. Эта работа совместная проводится. Мы знаем, что у американцев большое представительство нашего военно-промышленного комплекса работает там, американцы теперь уже после определенного времени идут нам на встречи о проведении разработок совместных. Мы 30 лет независимости просили, они не шли на это с точки зрения секретов, все остальное, но война изменила эту ситуацию. Для нас это перспективно и необходимо. То есть, возвращаемся к подходу, что, конечно, в радиоэлектронной борьбе, но и в целом в вооружении, о котором говорил и президент, и верховный главнокомандующий, и главнокомандующий, это путь разработки и постачания нашим силам обороны Украины именно такого рода оборудования, которое бы позволило проводить операции, в том числе и стратегического уровня по деоккупации наших территорий. Вот о возможностях проведения таких операций в контексте собственных украинских разработок. Не так давно представители, также источники украинской службы BBC в украинских силовых структурах сообщили, что была атака беспилотников на российские военные объекты на территории украинского Крыма, временно которые занимают российские оккупанты. Итак, было атакован якобы российские военные локации 40 беспилотниками, это наибольшее количество беспилотников, которые были задействованы вот в одном ударе, в принципе, с конца лета 2023 года. Было уничтожено, по данным украинскими, не только СМИ, система радиолокационная Небо-М в районе населенного пункта Багерово, стоянка вертолетов была поражена, радиолокационная система П-18 Терек, система управления зенитно-ракетных подразделений Байкал-1М вблизи поселка Стрелковое. Украинские военные не сообщают, сколько было задействовано беспилотников, но, тем не менее, около 40 говорят. Также был удар на нефтяную отрасль российской, также во время вот этого такого налета на российские военные локации украинскими беспилотниками. Опять-таки, как говорят представители СМИ, что это были именно украинские беспилотники. Каким образом государство, обладающее потенциалом в беспилотниках, может бить по военным объектам государства, которое заявляет, что имеет на вооружении у себя просто невероятные по качеству системы противовоздушной обороны, такие как С-400, продаваемые за границу, по-моему, напомните, Александр, за полтора миллиарда долларов заграничная версия. Каким образом государство, Украина, смогло бы выстроить вот такую свою систему? Да, дивизион С-400 стоит около полутора миллиардов. Это средство среднего и большого радиуса действия россиян, которые как бы обладают противоракетными возможностями, но из рекламы, которая дается по применению война, все расставляет на свои места, то есть возможности меньше из заявленных, однако, надо четко понимать, что это серьезное средство противовоздушной обороны, и каждое уничтожение любого дивизиона или любого средства очень важно. Вот в этой информации, на мой взгляд, я хотел бы обратить внимание на то, что за сутки прошедшие тоже по Украине наносился удар по всем объектам в Украине несколько десятков, а только, причем по данным нашего врага, они всегда это уменьшают, занижают и так далее, в пропаганде только в районе Крыма это было около сорока, а ведь не только этими объектами ограничивались действия за сутки наших ударных средств, поэтому мы поднимаем свой потенциал, как видим, и реально реализуется в применении беспилотных ударных аппаратов, причем не только воздушных, я подчеркиваю, а наземных, известные применения эффективные морское, это новое было в истории применения военно-морских сил в мире, введение, мы вспомним, первые удары по военно-морской базе Севастополя, удары по Керченскому мосту и так далее, то есть этот компонент развивается отечественное ракетное вооружение, есть система, целая программа в государстве и наращиваются такого рода возможности, а также хотел бы напомнить сегодня о действиях специальных структур в силах обороны Украины, это действия и главного управления разведки, и службы безопасности управления, и сил специальных операций, вот такие три компонента, они наращивают свои возможности, и враг чувствует это на себе, и потенциал этот растет изо дня в день. Мы также, да, не успели с вами поговорить Илья Александрович об Ф-16 в вооруженных сил Украины, которые будут уже вскоре у воздушных сил вооруженных сил Украины, тем не менее эти разговоры также есть и в нашем ютуб-канале, такой месседж нашим зрителям подписываться больше на него и добавим, что Ф-16 они поменяют ситуацию на поле боя, как бы об этом не говорили, в том числе в НАТО. Спасибо вам огромное, Илья Александрович, Игорь Романенко, напомню, был с нами на связи, генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.